Хотим мы того или нет, но ситуация, когда нужно будет прийти на помощь, может произойти с каждым из нас, особенно с учетом современных реалий. Главное знать, что мы можем спасти чью-то жизнь, если в нужный момент не растеряться и знать, что делать. Павел Одиноков многим известен как руководитель клуба исторической реконструкции Родогост. Но кроме этого увлечения, он занят и более серьезной работой в общественном движении «Рокот-центр», одним из направлений деятельности которого является обучение мобилизационного резерва и бесплатные занятия по начальной военной подготовке с учетом специфики современных боевых действий. Сами мы являемся инструкторами по первой помощи в зонах боевых действий для военных, соответственно, обучаем военных. Некоторые из нас сами были в зоне СОО. Мы делаем упор еще небольшой на то, как оказывать первую помощь в условиях нестабильной обстановки окружающей и чрезвычайных ситуаций. В выходной день Павел с товарищами провел в городском парке для всех желающих мастер-класс по оказанию первой помощи. Представим, произошло какое-то ЧП и есть пострадавшие. Каждый должен знать не только номер экстренных служб 112 или 103, но и то, что по этому номеру нужно рассказать. Написано в законе, что мы не имеем права пройти мимо пострадавшего. Это будет оставление в опасности. Это будет, собственно говоря, статья административная для начала, потом в зависимости от последствий. Поэтому мы как минимум знать, что говорить и куда звонить обязаны знать. Мы можем дальше ничего не делать, но вот этот минимум и сделать обязаны. Элементы очень простые. Подход, беглый осмотр, устранение массивных кровотечений и алгоритм вызова помощи, то есть вызов служб, которые более компетентны в вопросе оказания помощи. На мастер-классе мало просто увидеть. Нужно еще и самому проделать те же манипуляции, которые показал инструктор. Причем как на муляже по имени Гриша, так и на живом человеке. Вот, видишь, ты моргаешь. А если здесь, то ты моргать не будешь. Не моргает. Нам надо его на болеоне. Давай. Ага, так. Не, 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 не. Смотри, это очень тяжело. Нам надо, вот смотри, как обезьянка делает. И вот здесь. Быстро, быстро, быстро. Мастер-класс оказался интересным и детям, и взрослым. Зрители переспрашивали, уточняли. Семен увлеченно слушал, старательно все повторял и выучил урок на отлично. Сначала нужно спросить, как его зовут. Если он не отвечает, значит, он без сознания, и нужно проверить все рефлексы. Нужно хлопнуть ухо. А потом, если он моргнул, то проверить второе. Это где подъем груди. Нужно сделать вот такими движениями на подъеме груди. Если скорчил лицо, значит, он без сознания, но он живой. Я до этого этого не знал, и хочется что-то такое новое узнать. Потому что, если это и вправду будет, то я хоть что-нибудь смогу сделать. Всем бы быть такими неравнодушными, чтобы в трудный момент не пройти мимо и уметь применить на благо других свои знания и умения. В ходе мастер-класса инструкторы также отработали со зрителями эвакуацию раненого и, как же без этого, дали детям подержать в руках образцы современного вооружения. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.